Анатолий Петрович Кнутарев Отсюда в далеком 1959-м выпустились легендарные полтинники. Группа «Молекулярная физика» – боевая десятка, которых стала гордостью уральского электрохимического. Она дала нам двух директоров, двух докторов наук, но главное – умеупорство одаренных технарей, посвятивших комбинату почти полвека своих героических будней. Анатолий Петрович Кнутарев, как никто другой, знает масштабность руководства таким предприятием, как комбинат. Ведь он сам долгих 22 года был у штурвала, и его личный вклад в развитие УХК трудно переоценить. Благодаря эффективному руководству Анатолия Петровича коллективом-многотысячником сделан большой шаг в мир открытий и инноваций. А ведь когда-то он пришел на комбинат молодым и безусым. И начал свою трудовую деятельность под руководством жесткого, требовательного, справедливого и мудрого директора УХК Андрея Иосифовича Савчука. В 1979 году за разработку и внедрение новых технологий Анатолий Петрович получил государственную премию. Он принимал непосредственное участие в разработке и промышленном внедрении в Россию технологии жидкофазного затаривания гигсов тарида урана, что позволило в короткие сроки наладить поставку обогащенного урана на мировой рынок. В 1987 году как главный инженер, а с 1997 как генеральный директор, он осуществлял непосредственное руководство и принимал личное участие в совершенствовании развития производства, обеспечивал передовые позиции комбината на внутреннем и мировом рынках. А ведь стал директором Анатолий Петрович в период, когда произошел дефолт. В 1997-1998 годы прошлого столетия это были действительно сложные времена. Управлять просто. Вот есть несколько элементов этого управления, которые, как отчинаши раньше говорили, Значит, первое, это изучение вопроса, анализ, выводы. Дальше, принятие решений по этому вопросу, разработка планов мероприятий, обеспечение этих мероприятий всеми видами. Это и кадровыми, и техническими, и финансовыми, и всеми. А дальше контроль исполнения. Просто ясно. Делай так, и у тебя пойдет все. Если ты первую часть пропускаешь, не анализируешь ситуацию, которая возникла, независимо, на маленьком участке, в цехе, на комбинате, пропускаешь первую часть, а она может быть по-разному быть, пропускаешь. Либо ты окружен низкоквалифицированными кадрами, либо, значит, плохо сам ориентируешься в вопросе. Ты не можешь принять толкового решения, и, соответственно, все твои действия не дадут тот эффект, который нужен. Поэтому мне посчастливилось, что вот в работе, в которой я здесь трудился на комбинате, на каждом участке, где я его не был, меня угрожали прежде всего товарищи, друзья. Конечно, я не был вот так нянькой, это я тоже могу сказать. Но в то же время старался быть справедливым. Почему? Потому что от этого зависит отношение людей к труду, которым мы обязываем, так сказать, решать те вопросы, которые стоят перед нами. В 1999 году Анатолию Петровичу присвоено звание почетного гражданина в Уральске за большой личный вклад в развитие города и многолетний плодотворный труд на УХК. Он является лауреатом государственной премии. Удостоен звания заслуженный технолог Российской Федерации, лучший менеджер России. Награжден орденами знак почета за заслуги перед Отечеством и щит Отечества третьей степени медалями. Имеет высший орден общественного призвания – почетный гражданин России. «Человек – это создание сложное, и рассматривать его в отрыве от жизни, от людей нельзя. Если ты человеку не уделяешь должного внимания, грош тебе – цена, как руководителю. Человек превыше всего». В этих словах Анатолия Петровича – «мудрость железного директора», как называли его во времена руководством комбината, его товарищи и коллеги. Он проработал директором до 2009 года. Это были годы руководства железного директора. Стабильно работал комбинат, экономика развивалась по восходящей, развивалась социальная сфера. На предприятию и всегда поддерживали. Это были и садики, и медицина, и образование, и спонсорская помощь. «Люди – это основное, и основная забота при этих эффективностях. Какую бы технику мы ни внедряли, если забудем о людях, грош нам цена». В год 75-летия атомной отрасли хочется пожелать Анатолию Петровичу здоровья и долгих лет жизни. Альбина Бабкова, Новоуральская вещательная компания.